Следующий докладчик у нас Станислав Кириллов. Разрабатывает очень крутые штуки для машинного обучения в Яндексе, судя по всему. Это такая инфраструктурная команда. И рассказывать вам будет про CatBoost. Великолепная библиотека. От себя скажу просто, что, наверное, в топ-5 по полезности среди всего машинно обучаемого библиотечного она входит. И всем нужно про нее знать. С помощью нее можно делать очень много чего, плюс она хорошо работает с разреженными признаками, поэтому даже мы иногда применяем ее в НЛП. Когда лень думать про хорошие признаки. Так что, надеюсь, будет интересно. И слово докладчику. Да. Всем привет. Меня зовут Стас Кириллов. И я уже занимаюсь разным градиентным бустингом и утилитами, разработкой, утилит машинного обучения в Яндексе уже больше 4 лет. Привет. Вот. И сегодня тема моего доклада – это CatBoost. Какие у нас новые фичи появились за последний полгода-год. Ну и просто о том, что такое CatBoost для тех, кто об этом еще не слышал. План доклада, соответственно, это рассказать о том, что такое CatBoost и в целом упомянуть, что такое градиентный бустинг. Рассказать о том, как мы в Яндексе используем CatBoost, а также как CatBoost используется снаружи Яндекса. Также мы расскажем о том, какие типы данных мы поддерживаем и стали поддерживать. А также расскажем о том, как же применять CatBoost на больших данных из питона и не только. Ну, пару слов о том, где же применим CatBoost. Вообще прикладное машинное обучение – это очень-очень большая тема. И в ней есть очень много задач и очень много инструментов. И всегда возникает вопрос, что же именно использовать. То есть у нас могут быть какие-то данные табличные, могут быть данные текстовые, могут быть картинки, звук, что угодно. И у нас есть всегда очень много вариантов моделей, которые мы можем научить. Это могут быть линейные модели, это могут быть нейронные сети, это могут быть деревья решений, это могут быть градиентно забущенные деревья решений, а также еще много-много разных моделей машинного обучения. Сейчас почти для всего люди стараются применить нейронные сети, но у всего есть свои ограничения и из всего есть свои области лучшего применения. Если мы говорим про нейронные сети, то лучше всего они применяются к тем данным, в которых нет четкой структуры. Это музыка, это картинки, это тексты. В них нет какой-то понятной и легко излетекаемой регулярной структуры. Но есть очень много задач, где данные представляются в виде старых добрых табличных данных. Для таких задач очень хорошо работают старые добрые решающие деревья, либо градиентно забыщенные решающие деревья. Что же такое решающие деревья? Позвольте напомнить. Решающим деревом является такое дерево, у которого в вершинах дерева находятся какие-то условия, а в листьях у него находятся какие-то предсказания. То есть вот здесь есть такой простой пример решающего дерева, который позволяет нам решить, что же перед нами, код или не код. Но на самом деле решающие деревья имеют свои минусы. Они легко переобучаются и сложно контролировать сам по себе процесс переобучения. Для того, чтобы получить лучшее качество и меньше переобучаться, можно использовать градиентно забыщенные решающие деревья. Что вообще такое градиентный бустинг? Градиентный бустинг – это когда мы пытаемся не сразу же построить какую-то большую модель, которая предсказывает нам данные, делать нам предсказания сразу же. А мы пытаемся построить много-много-много маленьких моделек, каждый из которых приближает наш таргет, нашу целевую функцию, на чуть-чуть. Таким образом мы можем легко контролировать и находить тот момент, когда мы достигли переобучения и останавливать обучение, либо потом, посмотрев на наши тестовые данные, мы можем выбрать тут то количество деревьев в ансамбле, которое обеспечивает нам максимальное качество. Также у градиентного бустинга есть много хороших свойств. Его легко использовать даже без особого подбора параметров. Просто поставив в обучение побольше деревьев, уменьшить learning rate, и оно куда-то обучится, скорее всего, в хорошее качество. Также градиентный бустинг хорошо работает с задачами, в которых очень много данных. Это терабайты и терабайты данных в табличном представлении. Для бустинга есть три самых главных библиотеки. Это XGBoost, LightGBM и наша библиотека CutBoost от Яндекса. Она находится в открытом доступе на GitHub, и мы любим, когда нам ставят звездочки и нас-то радует. Недавно достигли 5000 звездочек, и у нас был маленький юбилей, и это так совпало, что это совпало с юбилеем по количеству релизов. У нас теперь 64 лиза, красивое бинарное число. Какие главные преимущества у CutBoost, которые выделяют нас, на мой взгляд, по сравнению с XGBoost, LightGBM? Во-первых, мы очень много времени и сил потратили на то, чтобы CutBoost хорошо работал из коробки. То есть мы подбирали на разных наборах датасетов такие параметры по умолчанию, чтобы качество было очень хорошим. Дальше. Мы имеем сложную систему работы с категориальными и текстовыми признаками прямо из коробки. Достаточно просто указать, какие данные у вас являются категориальными, какие текстовыми, и даже дефолтным параметром вы получите какой-то хороший результат. Также прямо в нашу библиотеку встроено много инструментов для анализа качества моделей и просто анализа и визуализации этих моделей. Также помимо визуализации и каких-то анализов у нас много других маленьких утилит и вспомогательных функций, которые позволяют работать с моделями CutBoost'а удобно и их суммировать, делать над ними какие-то манипуляции. Вот как CutBoost используется в Яндексе? На самом деле, для никого не секрет, что Яндекс – это компания, которая построена вокруг анализа больших данных. Первая штука, которая была – это поиск, это очень большие данные. Но на самом деле большие данные не только в поиске, а практически в каждом сервисе. Это Яндекс.Дзен, это Яндекс.Музыка, Яндекс.Самоездящие машины, поиск, реклама, погода, Алиса. На самом деле любой сервис у нас связан с обработкой больших данных и там используется CutBoost. Давайте разберем несколько примеров, как CutBoost используется в Яндексе. Самый простой и, наверное, очевидный пример – это Яндекс.Поиск. Здесь CutBoost используется много, где и на разных стадиях, на стадии построения индекса, на стадии поиска. Ну, наверное, рассмотрим самый интересный пример – это ранжирование. Когда мы получаем тот сколько-то результатов, нам необходимо их отсортировать в порядке релевантности. И для этого используется формула, обученная с помощью CutBoost. И здесь решается задача ранжирования. Какие у нас здесь есть фичи, которые используются для обучения CutBoost? Ну, в первую очередь, это множество классических фичей. Это PageRank подобные, BMTF и DEF всякие, BM25 и много разных других. А также есть много фичей, которые являются результатом работы нейронных сетей, которые замешиваются вместе с классическими фичами, и все это используется для обучения. Также для обучения таких больших формул, как формула ранжирования, используется специальный таргет, который, конечно же, доступен в оконсорсе. Это Eteran Pairwise. Это таргет, который позволяет оптимизировать порядок, то есть оптимизировать ранжирование. Далее, для данной поиска это терабайты. И, конечно же, здесь мы используем распределенное обучение. И мы используем возможность, которая доступна любому человеку в оконсорсе. Это запуск распределенного обучения на GPU с использованием OpenMPI. Также формула поиска похожа на лоскутное одеяло из множества маленьких формулов, которые обучены на разных частях и на разных датасетах. Мы используем смешивание моделей для того, чтобы получить финальную ранжирующую модель. Также в поиске необходимо постоянно обеспечивать понимание того, какие фичи работают лучше, какие фичи работают хуже, и какие фичи вообще в целом у нас, как они используются моделью, и какой профит они дают. Для этого мы используем фичи Importments Analyze, и также мы используем разные вспомогательные инструменты, типа инструменты, которые позволяют нам понять, почему в паре документов такой-то документ оказался лучше, чем другой документ. Также CardBoost используется в Яндекс.Погоде. И здесь он решает две классические Machine Learning задачи. Это мультиклассификация, регрессия, а также еще много, конечно, других задач, но сейчас мы рассмотрим две задачи. Первая – это определение типа облачности, и вторая – это определение температуры. Какая будет температура завтра или через какой-то промежуток времени. Конечно же, задача определения температуры кажется такой классической метеорологической задачей, когда у тебя есть большая метеорологическая модель, загоняй туда данные, считай все это уравнение на въезд окса, считай все это радость и получай какое-то предсказание, и все будет у тебя хорошо. Но оказалось, что есть много разных физических моделей погоды, их нужно как-то смешивать, потому что есть GFC, есть еще какие-то модели погоды, их все нужно уточнять, потому что они могут для одной и той же временной точки давать слишком разные предсказания. CatBus здесь используется как такой вот миксер для разных погодных моделей, и в том числе туда же замешиваются выходы с нейронных сетей, предсказания, которые смотрят на спутниковые снимки, туда же замешиваются онлайн данные с погодных станций и исторические данные по данному региону. Это все используется как фичи для обучения. Вот и здесь также используется распределенное ГПО обучение, потому что данных очень много, и все тот же классический анализ полезности разных фичей. Также CatBus используется в Яндекс.Алисе для классификации интентов. Классификация интентов – такая задача, когда мы по той фразе или предложению, которую сказал или напечатал пользователь, пытаемся понять, какое же намерение у него было. И здесь используется смешанный таргет классификации и ранжирования, когда нам необходимо понять, какое же именно намерение было у пользователя, и к какому классу оно принадлежит. Дальше. Какие здесь у нас используются фичи? Во-первых, у нас здесь используются фичи, основанные на контексте диалога. Это флотные и разные другие фичи. А также у нас используются фичи из предполагаемого ответа. И мы выбираем наилучший подходящий ответ. Здесь также используется распределенное ГПО обучение и разные способы визуализировать полученную модель, чтобы понять, что же мы обучили. Но не только в Яндексе используется Катбуст. Конечно же, Катбуст используют такие мейджоры, как Netflix для рекомендации, используют сервис Aviasales для того, чтобы ранжировать предложения отелей для пользователя. Также Катбуст пользуется Cloudflare для того, чтобы предсказывать, является ли пользователь, который туда заходит, ботом или не является. Также Катбуст трудится в сердце большого адронного коллайдера в двух экспериментах. И он используется для классификации пролетающих частиц и определения того, является ли событие, которое произошло интересным для физиков или не является. Также Катбуст пользуются в сервисе Karim. Это такой ближневосточный Uber. И я надеюсь, что многими пользуются в соревнованиях на Kaggle, потому что Катбуст достаточно часто, оказывается, неплохо работает с параметрами по умолчанию из коробки. Так, дальше. Еще одним важным свойством Катбуста является то, что Катбустовые модели работают очень быстро. И если мы берем модель, обученную на флотных признаках, на вещественных признаках, то разница по скорости между Катбустом и нашими конкурентами в Катбусте LightGBM может составлять десятки раз. 40, 50, 60. И для того, чтобы удобнее было встраивать полученные, обученные модели в ваш продакшн процесс, мы поддерживаем, стараемся развивать наши обертки на разных языках. Мы поддерживаем C, конечно же, и C++, потому что Катбуст написано C++, а также Python, C Sharp, Java, Rust, Arlang. И мы умеем экспортировать Катбустовые модели в общие форматы для обмена моделями, такие как CoreML, PMML и ONNX. Давайте теперь посмотрим на то, на каких данных может учиться Катбуст. Катбуст в первую очередь исторически произошел скорее от MatrixNet, и раньше он поддерживал только обычные вещественные признаки. То есть в дерево у нас записывались такие условия. Фича X и T больше, чем какая-то граница бордер ИТ и GТ. То есть, допустим, могла бы записаться там зарплата. Если мы берем признак такой, как зарплата какого-то человека, и мы хотим для него что-то предсказать полезное, то это яркий пример такого вещественного признака. Важным первым отличием Катбуста от других то, что мы поддержали не просто категориальные фичи с каким-то кодированием one-hot-энкодинга, но поддержали хитрый внутри подсчет счетчиков для таких данных. Что такое категориальные фичи? Категориальные фичи – это такие фичи, у которых значение может принимать один из какого-то набора N. И в зависимости от кардинальности таких фичей, то есть от того, сколько уникальных значений у них есть, могут применяться разные техники их кодирования для обучения. Первая и самая простая вариант кодирования – это one-hot кодирование. Когда мы просто заменяем все N-значения фичи и каждый ставим в соответствие колонку с ноликами и единицами. То есть если у нас было N фичей, N-значений, то в таких вот добавленных N колонках только одна будет принимать значение единиц. Ну, либо ноль, если у нас встретилось какое-то неизвестное значение, которого не было в трейнере. Но эта штука не очень хорошо работает, такое кодирование не очень хорошо работает с фичами, у которых очень много уникальных значений. И для таких фичей можно строить разные статистики. Во-первых, можно просто взять и посчитать, сколько раз встречается та или иная категория. Это самый простой счетчик. То есть мы берем количество всего объектов, количество встречаний какой-то категории и делим одно-другое. Такой хороший счетчик. Но лучше всего работают, конечно, счетчики по типу CTR, когда мы считаем статистику по таргету для данной категории. И вот здесь такой пример. Представим себе, что у нас есть датасет, в котором есть категориальная колонка с должностью или с какой-то профессиональной особенностью. И нам необходимо предсказать значение счетчика для категории SDM. Мы видим, что... А, самая главная наша идея. Можно было бы просто взять и посчитать такие статистики по категориям глобально на всем датасете. Но понятно, что тогда легко добиться того, что у нас будет target leakage. Это нехорошо. Поэтому можно либо делать leaf one out подход, когда мы для данного сэмпла в подсчете счетчика не используем его значение лейбла. Но оказалось, что лучше работает, если мы используем онлайн подход для подсчета таких счетчиков. То есть мы берем и переставляем наши объекты некоторое количество раз. И на каждой перестановке считаем, что введено некоторое время. И мы для подсчета счетчика для этого объекта используем значение, используем статистику только по тем объектам, которые находятся над ним в текущей перестановке. Вот. Такая штука позволяет нам меньше переобучаться и выжимать максимальное количество. Для каждой итерации мы выбираем такую случайную перестановку и считаем эти наши счетчики. Помимо счетчиков по одиночным значениям категориальной фичи, мы также пытаемся строить жадные комбинации категориальных фичей между собой и с бинарными и one-hot признаками, которые попали в дерево. Это, опять-таки, позволяет использовать взаимодействие фичей между собой для того, чтобы, опять-таки, получать какую-то дополнительную информацию и получать какие-то дополнительные профиты от этих счетчиков. И совсем недавно мы, наконец-то, можем с полной, не знаю, спокойной совестью рекламировать поддержку текстов в Катбусте. До этого осенью мы зарелизили поддержку текстовых фичей в GPU Катбусте, и вот с релиза 0.23 мы теперь поддерживаем ее точно так же и в CPU Катбусте, как вообще она устроена. Для каждого объекта может быть задана одна или несколько текстовых фичей. Эти текстовые фичи проходят через процедуру токенизации, когда мы в самом простом случае бьем их по пробелу и выбрасываем знаки пунктуации. В более каких-то сложных случаях пользователю можно использовать другую токенизацию. Дальше по полученным токенизированным данным мы строим словарь. Это может быть как словный словарь, так и чарный словарь по N-граммам. И то же самое мы можем использовать для слов, как одиночные слова, так и контактные N-граммы. Вот, дальше мы применяем построенный словарь к текстам и читаем специальные фичеризаторы на полученных одичников токенов. То есть вот здесь у нас на слайде пример, как это на самом деле сейчас происходит. Мы берем исходный текст, прогоняем его через словарь, получаем идентификаторы токенов и полученные вектора прогоняем через фичеризаторы, про которые я расскажу чуть позже. Что мы еще делаем на стадии припроцессинга текстов? Ну, в общем-то, я рассказал то, что мы все бьем на слова, как-то отдельно можем обрабатывать слова и пунктуацию, мы можем либо их выкинуть, либо заменить на специальные символы. Мы строим словные и буквенные словари, и мы можем построить N-граммные словари или BPM. Вот, какие фичеризаторы поверх прогнанных через словарь текстов мы можем использовать. Первый и самый простой фичеризатор – это классический back-of-words, когда мы просто для каждого уникального ID-токена заводим колонку, где стоит нолик либо единичка. Встретилось этот токен в тексте или нет? Очевидно, что с таким же подходом есть те же самые проблемы, что и с one-hot-энкодингом, с фичами с большим излучением кардинальности. То есть нам становится сложно учиться, нам становится долго учиться, плюс, понятное дело, что когда у тебя есть шесть уровней в дереве, и мы строим симметричное дерево, то мы можем учесть не все такие значения. Вот, поэтому гораздо лучше работают два фичеризатора еще. Первый – это идея очень простая. Мы хотим посчитать по классической формуле BIOS-а вероятность того, что нам встретился класс IT при встреченном нами тексте. Как мы это делаем? На самом деле мы применяем ту же самую идею, что мы применяем при подсчете счетчиков на катфичах, то есть онлайн-обучении этих счетчиков. И в данном случае мы используем счетчики для подсчета вероятности встретить слово в данном классе, и произведение вероятности встретить какое-то слово из встретившегося на тексте в классе GT, мы домножаем на вероятность встретить класс GT, и по мере прохода по перестановке мы обновляем эти вероятности. Также мы считаем TF-IDF like BAM25 фичеризатор поверх текстов. Мы представляем себе корпус всех слов, которые у нас встречались в каком-то классе, который находился над текущим объектом, как документ. И мы считаем релевантность документа к тому тексту, который к нам пришел сейчас. И, соответственно, здесь классический TF-IDF. TF – это вероятность, чистота встречания слов в том тексте, который у нас для текущего объекта рассматривается, и IDF – это вероятность встретить разные слова вот в этом всем корпусе слов. Для данного класса. И самое главное, что мы здесь также используем… Так, тут говорят, что не слышно. Сейчас. А, ладно. Значит, самое главное, что мы используем тот же самый подход с онлайн-обучением этих счетчиков. Вот. Помимо того, что мы умеем делать токенизацию и строить словари внутри Катбуста, мы предоставляем возможность вызова нашего токенайзера и построения нашего словаря с помощью библиотеки на питоне. У него есть следующий плюс. Во-первых, они достаточно быстрые. Во-вторых, они простые. Их легко кастомизировать. Ну, и их легко использовать в продакшене и использовать для других каких-то библиотек, включая нейронные сети. Давайте теперь рассмотрим какой-нибудь более-менее практический пример, когда наши новые текстовые фичи жгут. Возьмем датасет Rotten Tomatoes. Это датасет, в котором есть все три типа поддерживаемых нами данных. То есть это численные фичи, такие как время, которые... Длительность фильма. Это то, сколько денег собрал фильм. А также категориальные фичи. Это имя критика. Это то, в каком журнале критик написал ревью. И текстовые фичи, такие как сам текст ревью и список жанров, которые подходят для этого фильма. Если мы просто возьмем и обучим на этом датасете CutBoost, только с численными и категориальными фичами, то мы получим некоторые accuracy, которые вы видите на слайде. Если мы добавим туда фичеризатор типа Back of Words, то качество повысится, но не то чтобы значительно. Если же мы возьмем те онлайновые и текстовые фичи, которые я говорил, NaiveNayBias и BM25, то качество увеличится значительно. Поэтому попробуйте использовать и пишите нам в чатик про ваш успех в этом дате. Но не только текстовые фичи мы зарелизили за последнее время. Также в CutBoost мы очень сильно вложились в то, чтобы повысить качество обученных моделей. Для этого мы провели очень большое исследование, связанное с обновлением формулы AfterLearningCrate для большого количества лосс-функций. То есть мы взяли некий набор датасетов и начали подбирать формулу для LearningCrate в зависимости от того, сколько итераций и какой размер датасетов был. Вот. Эта штука работает из коробки, если вы не указываете LearningCrate. И работает для MSE, мультиклассификации, лог-лосса и еще некоторого набора функций. Также мы поддержали, наконец-то, паритет по структуре дерева между CPU и GPU. Еще год назад мы зарелизили поддержку несимметричных деревьев, таких как PlayGBM или XGBoost в CutBoost. И в этот Новый год, после Нового года, мы зарелизили поддержку несимметричных деревьев на CPU-версии CutBoost. Также мы зарелизили новую фичу, которая позволяет задавать разную квантизацию для разных фичей численных. Зачем это может быть нужно? Вообще, когда мы загружаем численные данные, мы прогоняем их через этап квантизации. То есть мы строим некий набор границ, чтобы разбить все эти данные на бакеты. Вот. И для большинства фичей стандартной квантизации на 254 бордера должно хватать. Но бывают иногда такие фичи, например, выход какой-то нейросетки, где квантизация может давать очень большой профит. Если вы квантизуете, допустим, на 256, а на 1024 или 2048 бакетов, ну, или просто какое-то количество большой бакетов. Понятное дело, что для всех фичей ставить большую квантизацию невыгодно, потому что очень сильно увеличивается время обучения. Но вот для некоторого набора фичей, для которых вам кажется, что это может быть полезно, это может быть, правда, полезно установить. Также мы поддержали новый режим сэмплирования. Раньше у нас был вернули для сэмплирования на каждой итерации примеров. Теперь мы используем новый MVS алгоритм. Это минимум вариант сэмплинг. Это такой алгоритм, который пытается посмотреть на градиенты объектов, которые у нас получились на данной итерации, и отцемплировать только те, которые действительно нам могут быть полезны на данной итерации. В этом у нас есть статья. Вы можете про нее прочитать. Ссылка на нее есть в описании релизов. Ну, либо вы можете прийти в чатик и спросить. Также мы реализовали новую целевую функцию стахастик ранг, которая хорошо работает в некоторых задачах ранжирования. Сейчас мы про нее проводим эксперименты с ней, и вы тоже можете попробовать, если вдруг у вас есть какая-то задача ранжирования, проверить, какая работает лучше стахастик ранг или ети ранг. Они могут быть разные в зависимости от того, какие у вас данные. Также мы поддержали новый стахастик градиент ланживан бустинг. Это способ бустить с использованием динамики ланживана. Об этом мы написали статью, и вы можете попробовать ее включить с использованием параметра ланживан и проверить, не получится ли у вас улучшение для ваших моделей. По нашему опыту у нас получается 50 на 50, иногда полезно, иногда эффекта нет, поэтому на ваших данных это может быть полезно. Попробуйте. Также теперь мы используем точное вычисление значений в листьях. То есть обычно мы вычисляем значения в листьях моделей с использованием градиентов, тех объектов, которые попали в лист. Но для некоторых лос-функций, таких как MAPE и MAE, это может не всегда приводить к нужному результату. Поэтому для ряда функций мы включили точное вычисление значений в листьях. Помимо добавления таких новых параметров и новых фишек для улучшения качества, мы включили инструменты для подбора параметров Катбуста в саму библиотеку Катбуста. И на данном слайде вы видите встроенный в Катбуст GridSearch, который позволяет перебирать параметры Катбуста по сетке и прямо в режиме онлайн визуализировать процесс подбора этих параметров, визуализировать лучшие из полученных параметров. Здесь внизу слайда есть ссылка на документацию, где можно почитать, какие параметры имеет смысл перебирать для того, чтобы достичь хорошего качества. Так, дальше. Помимо этого, мы продолжаем заниматься инструментами для анализа моделей. И мы сделали такой вот новый график для анализа предсказаний моделей и сравнения их с настоящими метками в зависимости от значения той или иной фичи. В данном случае мы встроим график в зависимости среднего таргета, среднего предикшена для разных бинов квантизованной фичи. Также мы теперь умеем визуализировать наши деревья и экспортировать их в виде картинок либо в виде джейсона, а также, уже упомянутый мной, мы сделали инструмент анализа моделей для ранжирования, который позволяет попытаться понять, из-за каких факторов та или иная модель оказалась, тот или иной объект оказался лучше, чем другой. Вот. Еще очень часто у нас спрашивают про то, как учить CutBoost модели на больших данных. Под большими данными мы понимаем терабайты или там десятки терабайт данных. На самом деле мы специально для того, чтобы можно было использовать обучение для больших данных даже без каких-то особых инструментов, сделали возможность предквантизации данных. Как вообще у нас устроен процесс работы обучением CutBoost модели? Мы берем сырые данные, пробегаем по ним, строим для флотных фичей те самые бакеты, то есть квантизуем их, и потом полученный датасет передаем в трейн. Для некоторого общего случая можно представить, что для сырых данных размера 1 терабайт, если мы говорим про данные в формате TSV, после квантизации данные сжимаются в 5-6-7 раз. И при загрузке на GPU они сжимаются еще дополнительно специальными кодеками, поэтому на самом деле узким местом является вот то место, где мы как-то работаем с сырыми данными. И если у вас много оперативной памяти, то, конечно же, вы можете просто учить модели, если у вас есть терабайт оперативной памяти, загружайте их, квантизуйте, учите и все такое. Но не так часто у людей бывает терабайт оперативной памяти. Именно для этого мы сделали специальный инструмент для предквантизации исходных данных. Он работает итеративно. То есть мы берем данные, которые вы нам предоставляете, кусками и квантизуем их кусками и сохраняем в квантизованное представление. Такая штука позволяет помимо того, что экономить оперативную память и работать с квантизованным представлением, легко переиспользовать эти квантизованные данные, например, для подбора параметров. Довольно часто оказывается полезно подбирать отдельно параметры квантизации данных и отдельно параметры, которые непосредственно влияют на алгоритм обучения. То есть мы можем отдельно подобрать, как лучше квантизовать данные каким-то образом, либо использовать квантизацию по умолчанию и потом использовать эти предзагруженные данные для того, чтобы без дополнительного оверхеда учить наши модели. Ограничением такой квантизации сейчас является то, что мы, к сожалению, сейчас не умеем квантизовать данные, которых были категориальные или текстовые фичи. Так что здесь, к сожалению, есть некоторые ограничения. Но, тем не менее, квантизованные данные – это очень удобно, и это очень многие просили. Работать с ними очень просто. И вот здесь на слайде вы видите, как пользоваться предквантизованными данными. Здесь есть два как раз простых примера работы с квантизованными данными. Мы загружаем данные, квантизуем их и сохраняем квантизованный пул. А дальше мы его либо можем на прямую путь до этого пула передать в функцию fit, и тогда у нас просто из файла с квантизованным пулом у нас загрузятся данные и передадутся в обучение. Причем при работе с квантизованными данными мы пытаемся использовать memory mapping, чтобы просто делать это быстрее и экономить, опять-таки, память. Также мы можем заранее предзагрузить квантизованный пул, передав туда, создав объект пул от quantize.com и пути к файлу с квантизованным пулом и обучить сколько угодно моделей с разными параметрами на этом квантизованном пуле. Вот. Но не обязательно создавать объект пул. Как раз-таки для того, чтобы использовать итеративный квантизатор, можно использовать специальный метод quantize из catboost.utils, куда мы передаем путь к нашему файлу, который мы хотим квантизовать, путь к файлу с описанием колонок и то, какой у нас делимитер в этом файле. Дальше у нас на выходе получается квантизованный пул, и мы можем его сохранить в файл. Помимо новых фичей, конечно же, мы стараемся сделать так, чтобы наш catboost работал очень быстро. И мы работаем над улучшением скорости предобработки данных. Мы очень сильно увеличили скорость предобработки текстовых фичей. Мы очень сильно вложились в то, чтобы спортсовые фичи работали теперь быстро, потому что раньше спортсовые фичи в column sparse row, compressed sparse row формате работали плохо. Теперь мы все это ускорили в разы. Помимо этого, мы вложились в ускорение самого обучения, и мы ускорили обучение на маленьких датасетах, в которых меньше 100 тысяч объектов, в десятки раз. Для больших датасетов мы ускорили некоторые режимы в разы. Также мы продолжаем движение в этом направлении, и, конечно же, дальше будем все ускорять. Вот. Дальше, если есть какие-то вопросы, я готов на них поотвечать. Крутой доклад, на самом деле. Я уже очень давно не ковырял кодбуст в плане... Удивился сейчас, сколько вы всего добавили, на самом деле. Очень здорово. Вопрос из чата. Планируется ли поддержка обучения кодбуст для Java Scala? По-моему, она есть. Нет. Я сейчас туда расскажу. Вот. Да. Ну и туда же, собственно, в ProSpark. Видимо, как в XGBoost. Да, смотрите, здесь у нас пока сейчас, к сожалению, никаких оберток нет, но вот в целях наших на ближайшие полгода есть разработка обертки для кодбуста для работы на Spark. Соответственно, применение кодбуста на Java, конечно же, есть, и им пользуются во многих, в том числе, сервисах Яндекса, а вот обучение грядет. Так, окей. Так, я больше вопросов пока не вижу из чатика. Собственно, у меня тогда личные вопросы. Вот квантизация скаляров, скаляров это весело. А когда будет квантизация векторов? Будет ли вообще? Так, это тоже хороший вопрос, и, наверное, надо было сделать отдельный план, слайд с планами, но здесь у нас очень большие планы на дальнейшую поддержку текстов кодбусте в виде работы с эмбеддингами. То есть прямо сейчас мы внутри провели исследование того, какие мы можем фичеризаторы поверх эмбеддингов накрутить, чтобы получить хорошее качество. И вот это опять-таки в наших целях на ближайшие полгода есть. Мы хотим к осени зарелизить поддержку. То есть это либо будет отдельная колонка с вектором чисел, и, соответственно, в CD-файле это будет нам век тип, либо это будет отдельный коллбэк, который позволяет нам для объекта вернуть вектор эмбеддингов и потом его использовать в обучении. Вот. Круто. Это будет... И можно не один вектор завести, а произвольное количество, и они будут квантизоваться, собственно, раздельно, наверное. Да, да. То есть у нас сейчас нет пока... Ну, пока сейчас не исследуем возможности считать какие-то взаимодействия векторов. Ну, там, не знаю. Кажется, что пользователю не очень сложно, если он знает, что у него есть два эмбеддинга, между которыми выгодно посчитать косинус. Почему он сам его не посчитает, ну, типа, не совсем понятно. Вот. Но внутри мы можем использовать эти эмбеддинги. Ну, мы, да, пока сейчас будем считать независимо для них, наши фичи. Ну, само собой, само дерево их может объединить, как захочет, впоследствии. Да, конечно. Да. Ага. Так. Тебе дают привет и спасибо Константин из чата. Говорит, приятно, что растете, и спасибо за доклад, будет пробовать для текстовых фичей. Да. Спасибо. У меня немножко такая, немножко мечтательский вопрос. Я вообще мечтаю, когда можно будет прокидывать градиенты из дерева в нейросети, из нейросети в дерево. Вот у вас уже есть поддержка Onyx. То есть вы в целом по структуре не очень далеки от. Можно ли когда-нибудь на такое вообще рассчитывать? Хороший вопрос. Мы просто их нигде не сохраняем. Ну, то есть, вероятно, ты хочешь, чтобы мы вместе с предсказаниями сохраняли средний градиент в листе, да? Ну, вроде того, да. То есть, если будет поддержка вектора как типа, то, соответственно, через них будет утащить градиент, просто засунуть его в том же PyTorch в поле градиент и потом, ну, то есть, потом просто сделать все, что нужно. Кажется. У нас таких планов нет. Вот, я пока сходу не совсем понимаю, как это может быть полезно, но в целом, ну, можно подумать. Ну, знаешь, такой файн-тюнинг на кагле. Ты настакал с 50 нейронок, а потом их все как бустом объединил и чуть-чуть им поправил веса, чтобы они там... Чтобы каждый, ну, по сути, каждый лист же будет видеть что-то свое особенное в примере. Вот, и, соответственно, каждая нейронка сможет то, что заметила, лучше увидеть, если ей об этом подсказать, что это ее уникальная сущность. Но это так, на пальцах, то есть математику я, честно говоря, не считал. Ну, окей. Я тоже пока слабо себе это представляю, но, в принципе, можно подумать на эту тему. Тут вопрос спрашивает про напрямую со спарс-матрицами. Смотри, что поднимается под прямую работу с спарс-матрицей? Мы прямо сейчас, типа, с минимальным оверхедом для квантизации, конечно же, мы копируем значения из спарс-матрицы, но мы их храним у себя тоже в спарсовом формате, и потом мы используем эксклюзив фича-бандлинг, тот же самый метод работы со спарс-фичами, что используется в LightGBM. То есть внутри очень неудобно бежать по спарсовым данным. Это довольно дорого, мы пробовали. Гораздо лучше попытаться упаковать разные спарс-данные в одну колонку, где у тебя, типа, у тебя очень часто спарсовые фичи являются эксклюзивными. То есть там, где у набора из n-фичей стоит не нулевое значение, у других оказывается ноль. И вот такие очень удобно хранить вот в этом эксклюзивном формате. То есть если стоит ноль, то значит у всех этих n-фичей какое-то дефолтное значение, если не ноль, то мы знаем диапазон значений, какой именно положенной фичи использовать, и поэтому быстро считать наши любимые гистограммки с производными и потом выбирать лучше сплиты. А может быть, имеется в виду еще в вопросе, я вот не знаю, сейчас в CatBoost можно просто скормить разреженную матрицу из CSR, например, формата? Да, да. Да, мы прямо сейчас, вот это ровно то, что попал в релиз 0.23, это ускорение работы за счет убирания лишних копирований работы с CSR. Ну вот, я подозреваю, вопрос был об этом. Ну, я думаю, что человек разберется, если что напишет. У нас вот для больших матриц, вроде датасета URL, 2.0, что-то там, у нас там в 2,5 раза ускорилась предобработка CSR матриц. Вот. Так что попробуйте. Думаю, что вот текущая скорость должна многих вставить. Так, у тебя, кстати, больше всех вопросов пока что в чатике. Прикладная штука. Да. Вот я, например, для ранжирования всегда использовал LightGBM раньше. А вот ты можешь так вот коротко сравнить LightGBM-овский лямбда ранг с тем, что сейчас есть в катбусте, и вот стахастик ранкинг звучит интересно. Ну, про стахастик ранг я, если честно, как бы это была большая исследовательская задача, как бы, и, в общем, я не помню результатов сравнения, но они вроде очень хорошие. И сейчас наш этот стахастик ранг, он сравним с эти рангом. По поводу сравнения эти ранг и лямбда марта, ну, как бы, довольно давно была статья, где, сейчас, я не помню, кто сравнивал, может, Кудин или еще кто-то, вот, и, как бы, эти ранг оказывался лучше. Вот. Ну, то есть, это, конечно же, все зависит от тех данных, поэтому я думаю, что здесь лучший вариант просто попробовать обучиться и получить результат. Но самое главное, что у нас помимо просто эти ранга есть эти ранг PowerWise, которые используют не просто поточечное приближение, вот, как бы, лоса для какого-то объекта, а мы прям строим нормальную 2D-матрицу с весами для наших групп, ну, то есть, у нас, как бы, для ранжирования в нашем датасете есть такая колонка группа ID, в которой группируются объекты, и мы упорядочиваем порядок внутри групп, конечно же. Вот. И вот ветеран в PowerWise, она очень хорошо работает. Крутяк. Видимо, придется разобраться со временем. Да, у нас есть на эту тему очень хороший туториал. Прям вот на GitHub'е в папке с туториалами, туториал про ранжирование, где прям все объяснено, как ранжировать, как получать профит. Вот. Великолепно. Так. Что бы еще такого из жизни спросить, пока нас с вопросами еще... Пока еще вопросы думают. Вы не пробовали? Ну, то есть, я хочу вот... А, ну вот Rotten Tomatoes, например. Пример. Да. То качество, которое вы получили в результате, я, честно говоря, не знаю, оно от предельного... Это лучшее, в общем, что можно было сделать? Или нейросетки с текстами справляются лучше все-таки? Нет, конечно. Вот это будет в нашем следующем, как бы вот в этом полугодии. Мы попробовали нейросетки, и мы попробовали нейросетевые эмбиддинги подать в CatBoost, и получалось у нас, насколько я помню, сравнимое качество при обучении CatBoost'а поверх эмбиддингов с нашими новыми фичеризаторами против предсказаний нейросетей. Ну, то есть, вот мы прямо сейчас экспериментировали на разных открытых датасетах с этим. В общем, я думаю, что мы опубликуем какие-то новости отдельно про это. Но если говорить вкратце, то... Ну, как бы всегда можно чуть-чуть что-то подкрутить параметры и получить лучшее качество, но в целом оно оказывается сравнимым. Ну, конечно, не для всех. Но нейросетка была прямо серьезная, то есть нейросетка была прямо серьезная, трансформеры, там, вот это вот все, что мы любим. Мы использовали BERT, и эмбиддинги тоже от BERT, насколько я помню, да. Угу. Прикольно. Так. Никаких-нибудь кейсов, как Катбуст применяли бы к картинкам? Картинки просто совсем не моя область, но что-то я на тексты так давлю все это время, что надо спросить что-нибудь. Слушай, но здесь, наверное, просто такие внутренние какие-то кейсы, вот, скорее взаимодействие картиночных фичей и текстов. Вот у нас был какой-то недавно совсем как-то success story про то, что вот ребята из картинок попробовали текстовые фичи, и это дало им профит по работе с картинками. То есть они брали нейросетевые факторы от картинок, там какие-то разные лейблы, предсказанные нейросетью, замешивали это с текстами, которые были к этим картинкам, и получали какой-то профит. Вот. Ну, замешивали Катбустом? Да, конечно. Или сами по себе? Нет, замешивали Катбустом. Угу. Вот. Ну, напрямую... Покорничники есть, но прикольно. Да, да, да. Напрямую с картинками просто, ну, довольно сложная задача. То есть я просто даже вот в научной литературе видел всякие там странные подходы, типа как вот эти вот Deep Forest, вот эти вот, когда там учатся деревья делать а-ля свертки, как бы вот это вот все странное. вот, но это довольно какая-то маржинальная все-таки штука. Вот. Я... Ну, да, трудно... То есть с точки зрения исследования интересно, а вот как бы имеет ли смысл в это вкладываться, чтобы это было в общем случае непонятно. Ну, вот мне как раз и интересно, да, как решить... Как можно было бы решить проблему, что у нас есть там... Ну, что два кадра, снятые на полградуса влево-вправо, это для дерева, скорее всего, будут сильно разные кадры, а с свертком, в принципе, все равно. Ну, вот, да, то есть есть подходы, которые как бы там комбинируют деревья, типа у которых в листьях деревья, или там есть просто многослойные, когда мы берем там, типа, некоторый ансамбль деревьев, используем предсказания этих деревьев, каждого дерева, как дополнительные фичи. Ну, в общем, разные всякие хитрые подходы, которые, ну, как бы могут работать. Ну, то есть мы такие, конечно же, статьи разбираем и смотрим на них, но пока не понимаем, имеет ли смысл вообще это трогать. Скорее всего, пока нет. Вот вообще по разработке, ты упомянул статьи, сейчас вот, ну, деревья, горячая тема вот со времен XGBoost, в принципе. Сколько, то есть сейчас какая пропорция реально, скажем так, научной части, там, где мы взяли теоретические обоснования, посчитали там устойчивость, сходимость и так далее, а сколько инженерных подходов, чтобы мы протестировали вот столько штук, способов это сделать, а вот такое сработало, а потом мы подумаем, почему. хороший вопрос, ну, наверное, можно его разобрать на примере вот того, что мы, соответственно, недавно сделали, это про МБС и про стахастик градиент, он же вам будет, сейчас SGLB, короче. В первом случае мы как раз-таки взяли статью от, насколько я помню, Ledge Bema, где они, сейчас я забыл, как назывался, как назывался их алгоритм сэмплинга, извините, пожалуйста, госсэмплинг, насколько я помню, вот, там была такая идея, мы возьмем градиенты, отсортируем градиенты объекта, производные объектов, отсортируем их, возьмем, типа, топ-н, возьмем, мы их сортируем по абсолюту, топ-н самых больших и еще какой-то хвост, очень маленьких, и потом будем учить вот дерево на этих объектах. Вот мы решили, как бы, поиграться с таким сэмплированием, и оказалось, что это можно делать лучше. Вот, это чисто исследовательский такой был подход, когда, как бы, появилась идея о том, как можно сэмплировать градиенты, извините, производные, и потом, потом мы, конечно, на практике прогнали его на всех наших датасетах, и оказалось, что это правда жжет, и это поехало в продакшн и стало дефолтом в Катбусте. Вот. С стахастическим бустингом у нас примерно такая же была цепочка. То есть, вначале у Леши появилась идея, насколько я помню, он ее проверил на каком-то маленьком прототипе на нескольких пулах, и потом мы ее реализовали в Катбусте, реализовали по-честному, уже прогнали на кучу датасетов, посмотрели от этого профит. Вот. Я правильно поднял вопрос? Или не совсем? Ну, в целом, да. То есть, именно интересно. Раньше очень любили всякие теоретические обоснования в плане вот таких вот структур, которые, ну, детерминированные, что ли. То есть, их можно математически описать понятно относительно. Вот. И любили какой-нибудь функционал сначала обосновать, а потом реализовывать. Вот. Мне интересно, в деревьях осталась вот эта вот культура, что ли? Наверное, тут, наверное, скорее мы довольно практическая команда, и мы обычно находим какой-то профит, а потом его обосновываем. Ну, не знаю, насколько это плохо. Нет, это тоже подход, в нем нет ничего плохого, да. Просто в целом вот интересно было. Да. А ты еще упомянул, что вы прогоняете через кучу датасетов. У вас есть какая-то специальная тестовая площадка для этого всего? Ну, да. Мы отобрали просто по всему интернету кучу датасетов, как бы, открытых, на которых люди бенчмаркаются, которые доступны. Ну, и какие-то не самые маленькие датасеты и положили их себе куда-то и через них гоняем конпуста с проверкой. То есть на открытых, по сути? Ну, да, на открытых. У нас есть, конечно, какая-то часть с закрытыми датасетами, яндексовыми, но мы просто эти числа не используем для, ну, не знаю, для того, чтобы рассказывать их наружу, потому что, ну, какой смысл, если это люди не смогут распроизвести? Вот. Ну, конечно же, когда мы подбираем параметры, мы на них тоже смотрим, потому что, типа, какой смысл только на open-source датасетах? Они все очень маленькие, ну, на самом деле, там, типа, сотни тысяч, миллионы – это максимум, вот, объектов. Но, как бы, допустим, если мы говорим про auto-learning проект, конечно же, мы смотрели на наши большие датасеты. что ж, в чате вопросов особо не появилось. У меня, наверное, умных вопросов хоть сколько-нибудь больше не осталось, остались совсем уже не очень. Поэтому спасибо тебе за вот это вот все. И за то, что ты это разрабатываешь, и за то, что ты об этом рассказываешь. А чаты, кстати, где? Проанонсируй просто. У нас чаты в Телеграме, catboost.ru, catboost.n, сейчас, короче, точно русский – это catboost.ru, английский – это catboost, подчеркивание, n, и у нас есть каналчик в Open Data Science в Slack'е. Вот мы отвечаем и там, и там, и там. Потрясающе. Товарищи слушатели, заходите, спрашивайте. Но сначала читайте мануалы, иначе потом перестанут отвечать. Такое часто случается. Спасибо, Станислав. Было интересно. Добра. Да, пока-пока. Так, я не знаю, честно говоря. Я, честно говоря, не знаю, что должно сейчас происходить. У нас вроде как конец конференции, нужно как-то торжественно его окончить. Я, честно говоря, не ожидал, что... Ну, я знал, что я все это время проведу в конференции, но не ожидал, что я буду ее и открывать, и закрывать, по крайней мере, в этом потоке. Ну, тогда минуту поговорю до семи. Это было прикольно. На самом деле, мы даже, кто был на оффлайн-конференциях, в принципе, мы сохранили... То есть, сохранился дух дата-старта, где в целом мешаются такие технические вещи и хорошие советы для начинающих менеджеров, руководителей бизнеса и технорей. Вот. При этом все... Ну, большая часть докладов понятна всем, я полагаю, и всем полезна. Собственно, чем всегда нравился дата-старт, это его такая универсальность. Можно прийти, послушать, и даже если доклад кажется всем бизнесовым, это технарь, кажется, что можно почерпнуть что-нибудь прикольное. И наоборот. вот, наверное, всем добра, всем здоровья и всем успехов в области обработки данных. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова